Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и для любителей французской техники завезли набор из двух AMX. AMX CDA105 и AMX CDC, как все его называют ACDC. Так вот, ребят, две этих машины предлагают вам приобрести в составе набора за 12,5 тысяч золота. Дорого или недорого, сейчас будем обсуждать и сразу обсудим ценники на машины в голом состоянии. Если, что касается AMX, я не считаю, что он стоит 8,5, но в целом считаю, что жирная вкусная цена на него 7,5, а адекватная нормальная в голом состоянии 8, потому что ПТ-шка действительно интересна и ПТ-водам таким, как я, однозначно зайдет. То, что касается ACDC, 6,5 это ценник явно не от этой машины. В лучшем случае 4,5 тысячи золотом и то в коллекцию. Это максимум, ребят. По одной простой причине, потому что на сегодняшний день машина не играется абсолютно. Что касается набора. Набор за 12,5 я не считаю достойным к рассмотрению, даже несмотря на то, что в него положили целых 3 мистических контейнера. Да, из них что-то может выпасть, и тогда, если вы забрали оттуда машину, то набор действительно окупился. Но с учетом того, что ACDC абсолютно неиграбельный на сегодняшний день танчик, и мало кто сможет максимально его реализовывать, то 12,5 для данного набора это очень дорого. По большому счету, я бы оценил данный набор 1000 эндок в 11. Это как максималка. Но не 12,5. В конце концов, лучше за 12,5 приобрести себе какую-нибудь крутую, классную тачку. Еще и сдача останется, я имею ввиду, из восьмерок, особенно фармищих восьмерок. Ну а что касается по отдельности AMX CDA 105, то еще хоть как-то можете его рассмотреть. Но набор брать не советую, потому что ACDC будет у вас просто мертвым грузом лежать в ангаре. И часто на нем играть вы не будете. Что касается X5, то на CDA 105 вы действительно сможете реализовать эти X5 в количестве 20 штук и существенно поднять свой элитный опыт экипажа. Ну а что касается X5 в количестве 20 штучек на ACDC, то, как я сказал, машина крайне слабо играбельная на сегодняшний день. И реализовать полноценно данные X5 вы не сможете. Что касается внешних видов. Да, действительно очень круто. Что на одну машину мне действительно очень нравится вот этот внешний вид на 105. Ну а что касается нашего ACDC, то я бы сказал, что все крайне простенько. Я бы не сказал, что машина как-то преображается. Ну просто вот такого вот цвета с флажком. Все, ребят. На этом, в принципе, все и заканчивается. Если мы посмотрим на данную машину без этого каму, то, как вы видите, ничего не меняется практически. Ну немножко светлее стало. Поэтому камуфляж легендарный на ACDC меня не цепляет абсолютно. Вот такой вот набор. Ну и что касается покупать или не покупать, здесь, безусловно, решать вам. Мое мнение высказать... Точнее, не так, мое дело высказать свое субъективное мнение. Ну а вам уже решать, прислушиваться к нему или не прислушиваться. В конце концов, если хотите себя побаловать и готовы отдать 12.5, то лучше купите себе. Да, пускай будет немножечко дороже. Купите себе отдельно АМХ и вот эту вот 105-ку, я имею в виду, ПТшечку. И купите себе за 5000 Т23Е3, который гораздо более играбельный. Да, пускай 7-й уровень, не 8-й, но все равно на АМХ с ACDC абсолютно ему не ровнее. Вот такое вот мнение по поводу ценника. Ну а что касается машин, давайте каждую из них выкатим из ангара и попытаемся покататься на них, для того, чтобы посмотреть, что они собой представляют. Начнем мы с ACDC. Давайте посмотрим, как обычно, на технические характеристики по орудию. Да, орудие неплохое. Всего лишь 5.5 секунд перезарядка, 225 среднего урона, что в целом неплохо. Практически 2500 ДПМа и разброс со временем сведения, которое действительно комфортно и интересно. Что касается пробития, терпимое, не уникальное, не великолепное, но играть можно. Угл склонения орудия вниз минус 10, да, действительно комфортно и вопросов нет, и на неровностях играется действительно нормально. Ну а что касается картонности данной машины, то это просто легенды можно слагать об этом. Ни одного рикошета вы не будете получать практически никогда за все бои, в которых будете участвовать. Может быть где-то что-то рандомно отрикошетит, но это чисто на фарт, не более того. Ну что, давайте попытаемся заехать в бой и что-нибудь с этой машиной сделать годное. Итак, двинулись. Стоит отметить, что АМХ действительно неплохо срывается с места. Он очень бодро набирает свою максималку, да и максималка у него очень крутая. Если знаете такую машину как Дракула, я больше чем уверен, что в игре нет танкистов, которые про нее никогда не слышали или даже не видели, то Дракулу брали с именно этой машиной, точнее не так. Родоначальником Дракулы была именно вот эта тачка. Поэтому в отношении подвижности, в отношении бодрости передвижения равных практически нет на восьмом уровне. Это факт. Что касается брони, то как вы видели, меня абсолютно спокойно пробили, без каких-либо вопросов. И это очень-очень неприятно, играя на данной тачке. Причем это неприятно происходит с вами практически всегда. Короче говоря, любой снаряд, который будет в вас прилетать, будет делать вам безудержно больно. Что касается точности, что касается скорострельности, что касается уронности данного орудия, то в целом все очень приятно, все очень классно. Единственное, что будете пользоваться вы этим, я бы сказал, не сильно долго. Это факт. Так, ну что, попытаемся отвалить немножко. Ну все, что прилетает, ребят, все делает отверстие во мне. Ну и, соответственно, выдержать этот натиск, понятное дело, не получится. Особенно против Центуриона Рак, вот этот, который на меня прется. Ну и, в принципе, все. Вот и весь геймплей. Мой корпус, моя башня одно сплошное решето, причем не имеет значения, куда. В ком башню или вот здесь вот, в щеку башни. Причем, поверьте мне, сюда снаряд прилетал не тогда, когда я был с отвернутой башней. Я прилетала в лоб. То же самое касается отверстия в нижней части башни, верхний бронелист. Короче говоря, это такой себе, довольно-таки немалых размеров, сборник для снарядов. Досматриваем бой. Я так понимаю, что особо долго нам ждать не придется. Ну и, соответственно, будем смотреть на результаты. В любом случае, свое мнение я уже отчасти по поводу машины высказал. И более добавить навряд ли что-то смогу. То, что вы сможете накидывать периодически большое количество урона, да, действительно, это факт. Потому что орудие скорострельное и вполне себе альфовое, как для среднего танка на восьмом уровне. Но только ДПМ, тот, который заявленный, он сложно реализуемый. Потому что выжить на данной машине в бою практически нереально. Ну а что касается полноценной реализации, то для этого вам необходимо продержаться хотя бы половину боя и не попадать вообще ни в какие замесы. По результативности настрела сейчас особо хвастаться нечем. Что касается боя, он был проигрышный. Но мне почему-то кажется, что не в нас конкретно была проблема, а просто так бой сложился. И всех наших союзников довольно не кисло разнесли. Мы гордо занимаем второе место в команде по урону. Но опять-таки, если бы команда нормально отыграла, я думаю, что мы в лучшем случае были бы где-нибудь вот здесь в серединке. То, что можно на АМХ и АСДС вывозить, так это, ну, тысячи две урона. Это вот так вот, знаете, в притирочку. Две-две-двести. Если вы средний игрок, если вы немножко лучше среднего игрока, то, безусловно, ваши результаты будут покруче. Потому что вы будете более умело сейвиться, не лезть на рожжон и так далее. Но все равно особого фана данная машина вам приносить не будет. Это факт. Так, спасибо большое за особый пропуск. Пока покупать не будем. Что касается нашей второй машины, которую мы сегодня будем выкатывать из ангара, которая входит в состав набора. Данная ПТ-шка действительно поинтереснее будет. Что касается орудия, оно, ну, прям очень классное. Для снайперской стрельбы здесь хорошее время сведения, меньше трех секунд. Довольно-таки приятный разброс, чуть более 0,3. Ну и что касается урона в виде ДПМ, то здесь практически 2600 с учетом оборудования и амуниции. Время перезарядки, да, хотелось бы немножечко, чтобы быстрее перезаряжалось орудие, но в целом к нему вполне спокойно привыкаешь. А урон в 350 с таким временем перезарядки, да еще и учитывая, что у данной машины есть броня и довольно неплохая, как для ПТ, то в целом вполне себе приемлемая цифра. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 8, играется очень комфортно. Короче говоря, машина для любителей ПТ-водства и для любителей снайперинга в нашей игре. Вот такая вот ПТ-ка. Как я уже сказал, она обладает довольно-таки неплохой броней, особенно приведенной броней. И в лоб пробить данную машину, особенно на дальних расстояниях, сложновато, если прятать нижний бронелист. Вот такая вот краткая характеристика техническая. Ну а теперь давайте берем машину и погнали ее заценить. Итак, друзья, 105-ка довольно классно начинает ехать. Всегда бодро набирает скорость. Что касается поворотливости, то ее не так уж и просто закрутить. Она довольно-таки подвижная в отношении того, чтобы разворачиваться на месте. Что касается точности орудия, я надеюсь, что будет возможность показать точность орудия на дальних расстояниях. Что касается брони, как я уже сказал, довольно неплохо забронированная. Играть на ней в виде снайпера действительно крайне комфортно и крайне приятно. Стоит также отметить, ребят, что данная машина подходит не только для того, чтобы стоять где-то в кустах на дальних расстояниях, но и для того, чтобы вместе со своими союзниками продавливать направление. Сейчас я косанул, поторопился, надо было просто свестись. Ну, я не могу сказать, что без полного сведения машина прям совсем косая, но все-таки вот такие промахи бывают. И здесь больше проблема была во мне, нежели в этой машине. Так, отваливаем отсюда. Опять-таки, позитивом машины является то, что можно довольно бодро перемещаться по карте и в нужный момент сваливать туда, куда надо. Уходим, так, чтобы в корму сейчас не заехали, попытаемся проскочить низами, заедем туда к сушечке, ну и оттуда уже будем заниматься снайперингом либо по тем ребятам, которые у нас в корме, либо по тем ребятам, в корму, к которым мы сможем заскочить. В свое время я эту машину приобрел себе на основной аккаунт на новогоднем аукционе. Если мне память не изменяет, то брал я ее дешевле 8 тысяч. Но, честно, я бы и 8 за нее вполне спокойно отдал, потому что машина действительно интересная, действительно играбельная, действительно фаново-позитивная. Что могу сказать по поводу ценника на данную машину на новогоднем аукционе? Я не помню, как я уже сказал, за сколько конкретно я данную тачку себе приобретал, но с уверенностью могу сказать, что когда машина появилась на продаже, ее изначально брать уже начали. Ну а когда произошло снижение цены первое, то буквально за каких-то минуты 3, наверное, или 4, эти машины в количестве тысячи с копейками тачек разобрали, ну просто такие горячие пирожки в голодный год. В общем, те игроки, которые знали, что это за машина, понятное дело, что начали раскупать данную тачку, как только она хоть как-то подешевела. Я к ним тогда не относился, но приобрел данную машину, потому что увидел сумасшедший ажиотаж и понял, что если народ разбирает, значит кто-то что-то знает и навряд ли все прям тупят и берут наугад. Вот мы сами в своем прицеле, как видите, броня действительно есть у машины. Вот, пожалуйста, точность, ребят, на дальних расстояниях. Можно выцеливать практически все, что угодно, ждем только засвета, ну и, соответственно, будем отрабатывать по соперникам. Так вот, ребят, продолжая разговор по поводу того, как эту машину раскупили и почему раскупили, и мои впечатления от нее после того, как я ее приобрел. Я заплатил за нее довольно-таки нормальную цену, я имею в виду хорошо сниженную, вместе с теми ребятами, которые раскупали данную машину и успел это сделать. На сегодняшний день я просто безумно рад, что я приобрел себе данную тачку, ну и продолжаю на ней фаниться и играть очень часто, особенно, когда мне хочется позаниматься снайперингом, когда мне хочется чего-нибудь веселого и интересного. Сейчас досмотрим данный бой и попытаемся заехать еще в одну катку, но только получше ее реализовать. Понимаю, что на результатах вот этих показать всю годность данной ПТшки у меня не получится. Я действительно мало настрелял, я действительно сделал достаточное количество косых выстрелов, которые не достигли своей цели, ну и, соответственно, ребят, ну это будет прям совсем нечестно по отношению к 105-ке, заценивать ее по результатам исключительно этого боя. Хотя, так или иначе, что-то показать по данной машине я вам смог и в этом бою. В частности, подвижность, в частности, ее броню в собственном прицеле, в частности, возможность передвигаться по карте и сваливать в нужный момент, а далеко не каждая ПТшка вам это позволит. Короче говоря, я лично считаю, что 105-ка просто шикарно сбалансирована. Даже играя вот так косоруко, как у меня сейчас это получилось, ну просто потому, что я был сосредоточен не на бою, а на том, чтобы рассказывать про нее, я смог накидать 1300 с копеечкой урона, я смог получить немножечко фарма серебром, и что касается результативности по команде, то понятное дело, что блистать здесь нечем, я нахожусь, я бы сказал, на втором месте только с конца. Ниже меня только вот этот товарищ, который вообще ничего в бою не сделал. Честно, если играть сосредоточенно на данной машине, никуда не торопиться, ни на что не отвлекаться, то на ней можно действительно выдавать хорошие результаты в виде, допустим, там 2500 урона просто-таки налегке. Ну что, попробуем. Ух ты! Виноградники вернули нам в обновлении 10.3. Это очень хорошо, потому что нет ничего более нового, чем хорошо забытое старое. Классная карта, мне всегда нравилась тем, что здесь действительно есть достаточное количество интересных позиций. И что меня радует, что вот эти вот периодические смены карт, они приводят к тому, что ты забываешь про геймплей на какой-то карте и начинаешь на ней играть, можно сказать, заново. Ну вот, пожалуйста, первый выстрел довольно-таки точный. Я могу сказать, что вот так, если вы будете играть спокойно, если вы не будете никуда торопиться, то вот так вы будете играть на данной машине практически в каждом бою. Занимайте хорошие позиции, вовремя нажимайте на выстрел, ну и, соответственно, будете получать максимум-максимум удовольствия данной ПТ-шки. Такс, ждем, ждем наших ребят красного цвета, которые хотят получить в бортинку. Не повезло сейчас, сейчас фортануло AC-D7, что не прилетело к нему в бортину, а снаряд пошел немножечко ниже. Ну что, попытаемся. Ну, хорошая точность у орудия, и я бы сказал, что играется очень приятно. Сейчас прорвемся, я думаю, что шерстня мы вполне спокойно сейчас разберем, ну а там дальше видно будет. Ух ты, блин! Ух ты, блин! Поторопился я немножко, но я думаю, что это не есть проблема. Хорошо, что с нами есть еще ягдпанзер, который мне сейчас будет помогать. Скорострельность просто имба, урон довольно-таки приятный, и, как вы видите, свой вклад в победу мы потихоньку делаем. Я больше чем уверен, что в данном бою будет именно победа, а не поражение. Голдовые снаряды. Нет, не пробиваю все-таки Амазку Т-34-ки. Вроде бы светится серым, но, увы. Как есть, так есть. П-43-й. Едь сюда. Нам есть с тобой о чем поговорить. Пока наши ребята там будут тяжа разбирать, а я думаю, что у них это получится. Давайте попытаемся здесь немножко подцепить. Так. Показывайся. 63-й. А, это 53-й. Не суть важна. Возвращаясь, кстати, к теме подвижности данной машины, стоит отметить, что вы, имея желание, всегда имеете возможность находиться в куще событий. Приезжать, добирать, расстреливать вместе со всеми, бодро передвигаться по карте и быть там, где вы действительно нужны. Нужна кому-то помощь, вы вполне спокойно меняете направление и летите совсем в другую сторону карты. Итак, ребят. Три фрага, да, пускай не до битков, но существенный вклад в победу путем минусования стволов у соперников. Что касается настрела. Да, пускай, может, здесь и не будет 2,5 тысяч, но то, что я получил удовольствие более чем на 2,5 тысячи, это однозначно. ПТ-шка действительно годная, действительно классная. И от карты к карте играется по-разному абсолютно. Если говорить о снайперинге, просто шикарная машина. Если вы в спокойной, монотонной позиции находитесь, то, поверьте мне, по засветам своих союзников, настрел у вас будет довольно-таки неплохой. Что касается результативности. Да, третье место с конца, но, как я уже сказал, по уровню фана и удовлетворения, она для меня на первом месте однозначно была в данном бою. Что касается того, почему я выкладываю видео, даже несмотря на то, что я не сделал каких-то суперкрутых результатов. Я показываю танки такими, какие они есть на самом деле, и что они могут вам принести. Если вы средний игрок или среднестатистический игрок, который не является киберспортсменом, и у него нет 70% по победам, то тогда по моим видео вы сможете примерить, как эта машина будет играться в ваших руках. Ну а если будете смотреть обзоры от тех ребят, которые намного круче меня играют, то помните о том, что бой может быть действительно красивым, эти ребята действительно умеют играть, но не факт, что у вас получится давать те же самые результаты на тех же машинах, на которых играют они. Вот такая вот AMX CDA-105, вот такой вот он AMX AC-10, так называемый, и покупать ли набор или нет, безусловно, решать вам. Но я бы не рекомендовал 12500 сливать на этот набор именно из-за наличия в нем AC-10, потому что если AMX CDA-105 сможет реализовать практически любой игрок в нашей игре, то AC-10 реализовать получится далеко не у каждого. Вот такое вот честное мнение, если вы за честность, то подписывайтесь на канал прямо сейчас, я показываю видео без каких-либо нарезок, ничего не приукрашая и рассказывая обо всем так, как оно есть на самом деле. Побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.